Привет, ребята! Привет, подписчики Андрюха Набутовского! Привет всем! С вами Андрей Набутовский, спасибо, что пришли на наш канал еще раз. Пока мы едем в магазин Коско скупаться за продуктами, сегодня суббота, сегодня я познаю вопрос своей жене, как у нее проходит жизнь вот с таким вот парнем, как я, принимателем, блогером, папой, мужем, трудяшкой, работяшкой, ладно, хватит себя хвалить в любом случае, в любом случае, зайчик, как тебе живется с таким, только честно отвечай на вопросы, с таким мужем, как я, честно отвечай, наши подписчики должны знать, потому что они наши виртуальные друзья. Мы не друзья. Мы не друзья, Соня говорит. Соня, ты не друзья, но когда ты вырастешь, ты будешь друзья. Классно живется, очень весело. Зайчик, расскажи, чем у тебя наполнена жизнь, твои будни, как они проходят? Мои будни. Так, просыпаемся мы в 6 утра, собираю двух детей, собираю себя, отвожу их в садик, потом еду в колледж. И иду на практику, то есть полдня у меня колледж, а потом на практику я где-то до пяти вечера, еду забираю их с садика, едем в бассейн, бассейна домой, кушать и спать. Не я, я еще учу, делаю уроки. Наша жизнь приблизительно выглядит, как сейчас хайвей. Если посмотреть на него, там такой туман, туман, ничего не видно. Вот приблизительно так выглядит наша жизнь. Мы ничего не знаем, что завтра слышится. Сонечка, будь ласка, помовчи, папа говорит. Сонь, хай Маша поспей. Практику нужно отработать. У нас 90 часов практики. Потом на практике нужно написать три отчета. И в конце у нас будет такой шоу-кейс. То есть каждый, кто работает, ну кто где проходит практику, тот студент будет представлять свою компанию. На этом шоу-кейсе будет присутствовать все студенты, декан, преподаватели, работодатели и очень много людей будет. В общем, такая шоу-кейс это такая большая презентация, где по сути ты должен представлять интересы компании, в которой ты проходил практику. И не просто как бы слайд-шоу делать, да, а ты просто должен как бы к тебе будут подходить, спрашивать вопросы, как все было, что ты делал, какие твои были responsibilities, за что ты отвечал и так далее. Мне очень все нравится. Я думаю, я выбрала правильную профессию. Расскажи, пожалуйста, вот ты сейчас, ты решил стать бухгалтером. Расскажи, пожалуйста, нашим подписчикам, они, ты уже рассказывал, да, как проходил отбор студентов, да? То есть в колледже вы, у вас по оценкам, да, приходили представители компании, вы подавали резюме, и они вас убирали, да, на практику и так далее. Вот так ревноника тоже, да. Вот. Но, но это самое, расскажи, пожалуйста, какие, какие бенефиты, ты начнешь уже в мае работать на эту компанию, да, какие бенефиты у вас есть, вот, какой ваш рабочий пакет, что они давали, какие-то там у вас есть страховки, какие-то дополнительные бонусы, расскажи про эту всю систему. Ну, а я еще такого конкретно ничего не знаю, потому что я прошла, как бы, у нас был, представители компании приходили к нам в колледж, и они искали себе сотрудников. Вот. И кто им понравился, они говорили, вы высылайте нам резюме, то, сё, и я выслала резюме, и получилось, в три компании я, мне пригласили на собеседование, я прошла, было одно собеседование, потом второе, я все собеседования прошла, и так получилось, что все три фирмы пригласили меня на работу. Но выбрала я одну, и подписала с ними контракт, начиная я в мае. Но, еще такой момент, что бухгалтерские организации всегда нанимают в сентябре на следующий, на весь год, то есть в сентябре они нанимают на работу, некоторые выходят в январе, некоторые в мае, некоторые следующего года сентября. То есть у них такая фишка, не знаю, почему они так работают, но надо узнать, надо у них порасспрашивать. Вот, по поводу страховок и всех этих дел, я еще точно не в курсе, да, по поводу бонусов, потому что я подписала контракт, понятное дело, будет у меня страховка, probation период будет 3 месяца, но страховка действует с первого дня. Что, извини, что перебиваешь, что очень редкость, большая редкость, потому что обычно в компании ты проходишь probation период, да, и обычно он 3 месяца, то есть через 3 месяца ты получаешь эту страховку. Страховка работает, какая страховка заходит, медицинская, да, emergency и так далее, это лечение на зубы, всевозможные массажи и так далее. Или когда ты по prescription покупаешь, например, какие-то медикаменты, у тебя скидка есть, ты используешь эту карточку, вот. Конечно, на такие вещи, как операция на глазах, лазерная, ты вряд ли получишь большую скидку, да, там может быть еще. Кстати, тебе просто дают на окулиста, например, 300 долларов, а как ты ее потратишь, или ты сделаешь лазерную операцию, или ты потратишь на очки, или на линзы, или просто на осмотр к врачу. Тебе, они как-то, им без разницы, просто они тебе дают, например, 500 долларов или 300 там, и ты тратишь их все, что связано с глазами, или с зубами, или там массаж. То есть, да, для всех, я не знаю еще, как точно там действует эта страховка, но еще я знаю, что вроде бы компании должны раздавать какие-то бонусы, там, перед рождеством или в конце недели. Еще моя компания, они очень много проводят вечеринок, мы вот на одной вечеринке с Андрюхой были в боулинге, все было очень круто. И вообще классная компания, очень много разных моментов, например, я практику сейчас прохожу, и они не относятся ко мне как к практиканту, они как бы, ну не знаю, как член семьи, я бы вообще. Потому что они там сейчас сезон налогов, и они организовывают занятия по йоге, прям приходит инструктор, и мы занимаемся йогой прям в коридоре компании, туда никто не заходит, никогда все сотрудники, быстро переоделся, во время обеда позанимался, и все, и пошел себе работать. И еще они работают сейчас как бы и овертайм очень часто, то им там и еду, провайд, ну предоставляют еду, ланчи, и еще они там фрукты, например, завозят раз в неделю для всех, там, киви, манго, ананасы, там, дыни, арбуз, бананы, яблоки, все, что хочешь, целая кухня завалена этим фруктами, еще два дня мы потом их едим. Зайчика, расскажи, пожалуйста, ты говорила, что, то есть ты работаешь не по часу, а у тебя ставка, правильно? У тебя зарплата, salary, да? Какое преимущество с зарплатой в час или ставка у тебя, например, ну за год определенная? Ну, когда зарплата в час, то ты, в принципе, знаешь, да, сколько часов ты отработаешь, сколько зарплаты ты получишь. И, соответственно, овертайм оплачивается в полтора раза больше, чем обычная оплата в час. В моем же случае, вот, бухгалтер получает ставку, это значит, что тебе в неделю, в день нужно отработать 7,5 часов обязательно, и потом, как бы, там определенные часы, сколько тебе нужно за год отработать, и ты получаешь определенную сумму. Вот, если ты работаешь овертайм, соответственно, тебе это не оплачивается. Вот, я знаю, в сезон налогов некоторые ребята работают, там, до 11 вечера, или до, на выходных обязательно они все работают сейчас, то, как бы, им это все не оплачивается. Но зарплату они получают достаточно хорошую, и, как бы, этот период налогов только 3 месяца, поэтому все нормально, никто не жалуется, все только идут в эту профессию. А, Таня, расскажи, пожалуйста, за CPA, этот Certified Accountant, как он называется, какие преимущества его, и как получить этот CPA, эту специализацию или направление на более высший уровень бухгалтерии, как это получить? В общем, CPA, это Certified Public Accountant, это, как бы, сообщество бухгалтеров, это самое высшее, что ты можешь достичь в бухгалтерии. То есть, если у тебя уже есть CPA, если ты уже сертификованный бухгалтер, то все, ты уже просто профи, и дальше ты уже растешь по карьерной лестнице от менеджера, senior manager, partner и так далее. И чтобы... сам CPA, он состоит из шести, по-моему, модулей, или восьми, нет, по-моему, шести. И ты должен быть... первые два тебе не обязательно работать, но в остальные четыре ты должен обязательно быть устроен в компании. Еще такая фишка, что ты... компания оплачивает этот CPA, потому что, насколько я знаю, он очень дорогой. И компания оплачивает, и потом ты обязан после окончания CPA, после того, как ты сдал экзамен, ты должен отработать на них, там, или год, или два. Если ты не отработаешь, ты должен половину денег вернуть. Сколько стоит этот курс, Таня? Я не знаю, сколько он стоит. Не знаю точно. Ну, знаю, что очень дорого, и как бы сами студенты никто так не платит. Но работодатель очень только платит за первую сдачу, первую попытку сдачи экзамена, а потом ты должен сам платить. Вот. И... да, в степе открывают все двери вообще. Но говорят, очень сложно и очень такой сжатый курс, потому что там, например, шесть модулей, один модуль – это восемь недель. В конце каждой недели ты сдаешь assignment, там, контрольные тесты, задачи решаешь. И в конце каждого модуля ты сдаешь экзамен. И потом еще финальный экзамен, он длится три дня, и тебе перед финальным экзаменом работодатель дает два месяца отпуска, чтобы ты подготовился. То есть вы можете представить себе, какой сложный экзамен, и вообще настолько все нужно хорошо знать и выучить, что тебе даже работодатель дает отпуск два месяца, не за счет отпуска. Ты просто... он как бы называется... Да, чтобы проехать? Да. Он как бы и называется подготовка к финальной сдаче СПА. Молодец. Мы проехали наш поворот. Да тут такой туман, вообще ничего не видно. Да, понятно. Расскажи, какие... То есть вы сейчас делаете налоги, какие люди платят налоги сейчас, вот реально? Вот есть вот, конечно... Я не могу это рассказать, потому что это все конфиденциальная информация, и я подписывала документы, в которых я не могу ничего разглашать. Поэтому я не думаю, что интересно узнать, кто сколько... кто на сколько живет, кто сколько платит. Есть большие очень суммы, есть маленькие суммы. То есть не стоит завидовать чужим кошелькам, суммам. Есть и 300 тысяч я видела, и 500 тысяч видела, и 40 тысяч видела, и 60 тысяч. То есть какая разница, кто как может, тот так и живет. Блин, самое интересное они рассказали. Ну ладно. В общем, да, вы поняли. Если у вас будут какие-то вопросы, там, Танюхе, то, скорее всего, она на вас не ответит на них, потому что у нее нет времени. Так что пишите все равно, она вас про Инория трешит. Пишите под этим видео вопросы, если у вас есть какие-то конкретные по этой тематике. Вот, и не забудьте подписаться на этот канал. Да, ребята, подписывайтесь на канал Андрюха, потому что он очень расстраивается. Если вы ему не пишите комментарии, не ставите лайки, или там еще что-то не делаете. Так что нужно все это делать. И тогда он может еще раз выпросить, чтобы я дала свое интервью, потому что я очень busy lady. Все, всем пока. Все, ребята, до новых встреч. Не забудьте поставить пальчик вверх, подписаться на наш канал. И комментарии, пишите комментарии, вопросы. По возможности ответим на них все. Все, чао, какао. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...